Итак, всем привет! Сегодня это видео я посвящаю фильму OK Lexi, которая в оригинале звучит как Jaxi, то есть у нас поменяли полностью имя с Jaxi на Lexi. И сегодня мы разберём важные или очень полезные выражения из живого английского языка. Итак, поехали! Вот здесь я буду дублировать то, что буду говорить. I'm buried in college debt. Я буду регулярно опускать глаза, потому что у меня здесь есть свои записи, и я в них подсматриваю. I'm buried in college debt. Во-первых, запомните, что слово долг, debt, произносится без звука B в нём, хотя буква B там есть. To bury означает буквально зарыть, закопать в землю. И если you are buried in something, значит, что вы просто с головой погрязли в долге, вы в нём завязли, и не можете из него выбраться. I am buried in college debt. How did you end up here? How did you end up here? How did you end up here? Переводится end up, то есть как ты в конечном счёте оказался здесь. To end up означает, что после череды каких-то событий, каких-то обстоятельств, вы пришли к тому, что вы теперь здесь. То есть как так случилось, что после всего этого ты оказался здесь. How did you end up here? Спрашивают один герой другого. То есть что тебя сюда привело, как ты здесь оказался. И ещё одно интересное выражение. Класс, ручка выпала. To get shit-faced означает не просто напиться, а очень сильно напиться. Диалог между двумя героями. If you ever need a really overpriced bike or any repairs, I am your girl. I am your girl дословно переводится я, твоя, девушка. Но в данном случае смысл совершенно не такой. А смысл такой, что если тебе понадобятся те вещи, о которых мы говорили, то я тот человек, к которому ты можешь обращаться. Например, Если тебе когда-то понадобится компьютер, я тот человек, та девушка, к которой ты можешь обращаться за этим. Глагол to override означает, что есть некий человек, у которого есть право что-либо отклонять, отменять и не принимать. Каждый раз, когда я выношу какое-то предложение, мой босс его отклоняет, не принимает его. Это относится только к тем людям, у кого есть такое право отклонять или не принимать. Например, у какой-то начальника. We are going to have so much fun together, you fucking nerd, говорит телефон своему владельцу. We are going to have so much fun together, you fucking nerd. И в данном случае нас интересует слово nerd. Nerd это существительное, означает, применяется чаще к мужчинам, и означает, во-первых, непривлекательный, внешне непривлекательный человек, социально неадаптированный и неловкий. Это все относится к слову nerd. Очень интересная, не очень интересная фраза, а обычная фраза, но в обычной жизни, если вы не постоянно пользуетесь в рутинной жизни английским, может поставить затруднение. Например, как сказать, поставь свой телефон в тихий режим. Put your phone on silent. Очень просто. Put your phone on silent. Поэтому я решила включить его в это видео. Двигаемся дальше. Catch on fire. Загореться. Выражение, с которым вы уже, возможно, сталкивались, но в данном случае интересно, что телефон шутит о периоде, когда самсунги загорались, и он находит это hilarious. Hilarious, то есть это очень-очень что-то смешное, такой вот вызывающе, прямо истеричный смех, безумно-безумно смешное. Запоминаем эту фразу. Знаешь, что с меня хватит? Все, с меня хватит. Это I'm done. И последняя фраза на сегодня. В данном случае это угроза, которую телефон говорит своему владельцу. Что такие snitchers? Snitch в единственном числе существительное, это человек, который рассказывает про вас что-то начальнику, человеку, у которого есть власть, о ваших ошибках для того, чтобы целенаправленно вам навредить. Это snitch. Ну, по-русски это что-то вроде какой-то наушничать, что-то наушник, ябеда. Как это будет по-русски? Человек, который наушничает, да? Докладчик такой. И stitch это шов. Snitchers get stitches. То есть переводиться это будет совершенно недословно. В смысле, те, кто наушничают, потом за это расплачиваются. То есть буквально получают швы. Швы происходят из-за чего? Из-за каких-то ран. То есть snitchers get stitches. То есть из-за своих действий ты будешь расплачиваться.